Несмотря на то, что пик пандемии прошел, вакцинация от COVID-19 остается актуальной процедурой. Ведь возможность заразиться опасным вирусом все еще высока. Поэтому гражданам, которые сделали прививки более шести месяцев назад, желательно пройти ревакцинацию. Но вместо укола теперь можно просто закапать препарат в нос. По составу это уже проверенный россиянами препарат. Аналогичный по составу спутнику В изменился лишь метод вакцинации. Она идентична абсолютно по компонентам спутнику В вакцины. Только изменяется способ ведения. Используются специальные насадки и фильтры, которые одеваются на шприц. То есть вакцина забирается в шприц, одевается насадка. И при надавлении на поршень шприца происходит образование спрея, который вводится интерназально. То есть происходит распыление вакцины. Как и инъекции. Назальная вакцинация двухкомпонентная. Это вводится в два этапа. Первая вакцинация, через этот день вакцинация. Либо, если проходит ревакцинацию, то один раз вводится вакцина назальная. В отличие от прививки, это абсолютно безболезненный способ вакцинации. Кроме того, как отмечают врачи, процедура должна намного легче переноситься. Прийти на вакцинацию или ревакцинацию можно без записи, но если нужно запланировать конкретное время для приема, то можно записаться в регистратуре при клинике через портал госуслуги или линию 122. Пациенты заинтересовались назальной вакцинацией, а часть сотрудников уже вакцинированы новым способом. Да, у некоторых пациентов есть желание прививаться назальной вакциной. Про это уже спрашивали, и даже некоторые сотрудники уже прививались данным видом вакцинации. Своими впечатлениями о назальной вакцинации поделился и пациент поликлиники. Совершенно быстро капнули в носик и все. В ближайшее время назальный способ будет доступен и в других пунктах вакцинации Ульяновска. После введения препарата, как и после обычной прививки, на госуслугах появится сертификат о прохождении вакцинации. А способ вакцинации выбирается в зависимости от показаний врача, а также состояния здоровья и желания пациента. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.